Добрый день, друзья! Сегодня мы рассмотрим такой интересный вопрос, как работаем на национальных экипажах. С иностранцами я начал работать, начиная с 2007 года, и, в принципе, наших вижу только человека 3-4, и все. Могу огласить список с национальностями, с которыми работал. Это немцы, итальянцы, пакистанцы, филиппинцы, румыны, ребята из Мангладеша, индусы, вьетнамцы, поляки, болгары, турки, и южные корицы на последнем контракте, и греки. Ну, и выходцы из стран СНГ, я считаю, их все нашими, поэтому это как бы наша национальность. Какие с ними трудности были? Ну, у всех свои кухни, менталитеты, где-то есть плюсы, где-то есть минусы. Ну, в принципе, моряки сейчас так и работают. И, кстати, другие национальности тоже говорят. Чем поменьше нашего брата, я имею в виду, допустим, филиппинцы говорят, когда мы все соберемся, это вообще невозможно работать. Какие-то сплетни, подколодные там, разборки. То же самое я имею в виду и с нашими, если мы соберемся, или какая-то другая национальность, поляки, индусы. А когда все разбавлено, микс такой, микс кру, тогда все нормально происходит. Ну что ж, обратимся к нашей статье. Ссылку на статью я, как всегда, оставлю в описании к видео. Многонациональные экипажи, как их видит история и современность. Тенденция развития многонациональных экипажей. Судоходство – это индустрия, достигшая, вероятно, самого высокого уровня глобализации на сегодняшний день, что привело также и к значительным социальным изменениям в мире. Одновременно с многочисленными нововведениями в отрасли, неотъемлемый ее элемент моряки также не стоит на месте, повышая навыки и профессионализм, и приобретая все большую гибкость в выполнении различных ролей и обязанностей на борту судна. И на сегодняшний день остается все меньше преград и ограничений, касающихся национальности взглядов и вероисповеданий мореплавателей. Сегодня многонациональные экипажи – это обыденность. Около 80% мирового флота обслуживаются смешанными экипажами. Но всего 20 лет назад замена какого-либо члена экипажа другим, любой доступной национальности, была возможна только в самом крайнем, даже критическом случае, будь то болезнь, серьезные увечья или смерть моряка. Глобальный рынок труда моряков изменился всего лишь за два последние десятилетия прошлого века. Поспособствовало этому создание всемирной сети агентств и организаций, занимающихся наймом и управлением экипажей для судов торгового и пассажирского флота. Это было связано с появлением и развитием удобных флагов, на долю которых приходилось более половины мирового торгового флота в мире. Но кроме этого, многие европейские страны смягчили требования к национальностям своих экипажей, что дало возможность морякам свободно перемещаться между флагами. Эта свобода была инициирована и создана самими судовладельцами и управляющими компаниями. И как мы понимаем, конечно же, не с благими намерениями глобальной интеграции народности и мировое сообщество. Сегодня в основном мононациональные экипажи можно встретить на борту судов, принадлежащих развивающимся странам мира. И в то же время именно эти же страны являются поставщиками рабочей силы на суда удобных флагов. Важную роль в создании глобального морского рынка труда сыграло стремление судовладельцев стран, традиционно морских наций, так называемого блока организации экономического совместного развития, максимально сократить затраты на рабочую силу. В середине 80-х годов эти страны совместными усилиями избавились от зависимости установленных и регулируемых внутренних рынков труда, к которым они были привязаны и где располагались их компании, и получили возможность свободного выбора в любом регионе мира, предлагающего недорогую рабочую силу. Таким образом, каждый, кто мог предложить дешевых моряков, незамедлительно стал потенциальным источником наполнения мирового флота. Национальность стала неактуальной. Это заложило определяющую черту глобального рынка труда для моряков, свободу набирать экипажи любой национальности, в любом соотношении и количестве. Подбор экипажа. Чем же руководствуют судовладельцы, принимая решение смешивать различные национальности? Существуют определенные предпочтения, взгляды и мнения при выборе национальности экипажа и их смешиваемости. Один из наиболее важных факторов – способность общения на английском языке. Но очень часто выбор делается на основании межрегиональных отношений и преференций, сложившихся исторически. К примеру, граждане Кореи, Вьетнама и Китая работают на судах японских судовладельцев. Индонезия – народности Западной Африки, у голландских и британских судовладельцев. Экипажи с Египта и Сирии на борту судов турецких и греческих судовладельцев. Моряки с Польши и Украины России, у немецких, норвежских, датских и также греческих судовладельцев. Владельцы Сингапура предпочитают нанимать моряков с Малайзии, Таиланда, Филиппин и Индонезии. Но сейчас я лечу под флаг Сингапура, поэтому неверно утверждение. Однако на практике цена и доступность будут иметь приоритет над любыми чувствами и культурной близостью. В мировом судоходстве существует скрытая структура отбора национальностей по цене. Согласно исследованиям University of Turku, отраженным в труде The Impact of Ship's Crew of Maritime Safety, 2013 год регионы Восточной Европы, Дальнего Востока и Южной Азии обеспечивают более 80% моряков мирового флота. На сегодняшний день выходцы из этих стран по-прежнему укомплектовывают подавляющее большинство экипажей мирового флота. Причина такого преобладания отчасти объясняется более низкой стоимостью рабочей силы и избытком моряков из этих регионов. Компетентность и сертификация – это уже второстепенные вопросы, которые влияют на выбор моряка по национальности. Зачастую каждый отдельный флаг, под которым ходит судно, требует определенной национальной квалификации, которая в общем соответствует международным требованиям Конвенции по сертификации моряков – STCW. Проблема многонациональных экипажей За последние 20 лет в судоходстве произошло очень много серьезных изменений, в частности технических и технологических инноваций, что повлекло за собой сокращение численности экипажей. Для выполнения большего количества задач и обязанностей суда стали требовать меньшего количества экипажа. Например, повар-матрос может заменить трехчленов экипажа – повара, стюарта и матроса. Привлекаться к приготовлению пищи и обслуживанию членов экипажа, поддержанию чистоты в помещениях на стройке и швартовым операциям, а также к работам по обслуживанию судна. Матрос-моторист-сварщик может обеспечить мониторинг погрузки, выгрузки судна, обеспечение банкировки, ремонта и обслуживание главного двигателя механизмов судна, а также сварочные и токарные работы как в машине, так и на палубе. Сокращение должностей второго и третьего помощника возлагают на старшего помощника, как грузовые операции, так и обслуживание оборудования по обеспечению живучести и пожаробезопасности судна, включая несение вахты в порту и в море. Капитан же, помимо работы с портовыми властями, на стоянке и подготовке судна к приходу в порт также вынужден стоять ходовые вахты. Это все на маленьких судах. Это все практически не оставляет моряку времени для отдыха и выхода на берег, или даже для общения с семьей. Иногда и полное отсутствие доступа к средствам коммуникации вызывает у моряка чувство полной изоляции и подавленности. Там, где экипажи составляют представители различных национальностей, могут существовать барьеры на фоне различных культур, языков и религий. У моряков могут возникать трудности при обсуждении каких-либо личных вопросов и проблем, у которых совершенно иное видение и менталитет. Все это порой приводит к чувству одиночества, что пагубно сказывается как на экипаже, так и в целом на работе судна. Различия по национальности очень часто соответствуют иерархии на борту, что приводит также к социальной изоляции и клаустрофобии. Эти проблемы в равной степени могут касаться как старших офицеров, так и рядовых моряков. И вот здесь очень важно для всех членов экипажа, от капитана до кадета, поддержать и поощрять культуру живого общения на борту судна. Проведенные опросы свидетельствуют о том, что отношение капитана судна – важнейший фактор, влияющий на моральный дух и эмоциональный подъем экипажа. Капитан может активно приветствовать какие-либо развлекательные мероприятия, такие как дни рождения, барбекю, а также спортивные турниры по настольному теннису, дартс, бинго, шахматам, карточным играм и так далее. На некоторых судах есть возможность поиграть в баскетбол или гольф, тренироваться в тренажерном зале, плавать в бассейне и посещать сауну, играть в музыку или петь караоке. Но если капитан судна не одобряет или даже препятствует такой деятельности, то моряки вынуждены запираться в своих каютах и проживать месяцы монотонности и одиночестве, лишенные социальной жизни, лишь переплетая их необходимостью рабочей нагрузки. Со временем подобные изоляции выплескиваются в виде агрессивного поведения и жалоб, которые незамедлительно оказывают неблагоприятное воздействие как на операционную деятельность судна, так и на всех членов экипажа. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует обращать внимание на различные мелочи, такие как праздники и памятные дни различных национальностей на борту судна, организовать доступ к национальным средствам массовой информации любого формата. Все члены экипажа должны уважительно относиться ко вкусам и предпочтениям друг друга в еде, музыке и искусстве, быть внимательными, потребностям друг друга, независимо от количества представителей какой-либо национальности на борту. Очень часто именно вопрос питания становится камнем преткновения, когда, например, в большинстве азиатского экипажа оказываются один-два вооруженства Европы. И повар, конечно же, не утруждая себе предпочтение меньшинства, а капитан не принимает участие в обеспечении удовлетворения вкусов разных культур. И капитаны, офицеры и рядовые члены экипажа судов должны быть готовы к работе в многообразной культурной среде. Каждому следует помнить, что иногда слаженность коллектива может стать для них вопросом жизни и смерти и отразиться на их семьях, поддержка многонациональных экипажей. Сегодня существует множество организаций, поддерживающих моряков всех национальностей по всему миру, которые работают под эгидой Международного комитета по благосостоянию моряков И все они работают во благо обеспечения всесторонней поддержки и заботы о моряках, независимо от их национальности, религии, этнической принадлежности или культуры. Это была первая часть статьи «Работа в многонациональных экипажах». Пишите в комментариях, у кого был какой опыт, с кем кто работал и с какими проблемами сталкивался. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!